Прошло немного времени с тех пор, как я последний раз был с вами, и я хочу от многих передать вам привет и, во-первых, привет с нашего собрания в Иерусалиме, Ахават Иешуа, мы очень связаны с вами, и также привет и приветствие собрания тикун Соединенных Штатов. И моя роль в мессианском еврейском движении — это снарядить собрания для того, чтобы укрепить их, для того, чтобы они возросли, для того, чтобы дать им направление и совет, и для того, чтобы дать основания. И я хочу от нашего движения тикун дать вам некоторые основы. Иногда у нас есть различные мнения и споры в теле мессии. Таким образом они происходят. Например, такой вопрос, что должно стоять выше, семья или собрание? Кто слышал такие мнения и споры? И многие ответят, что семья должна стоять прежде. Например, я не верю в то, что семья должна быть превыше. Я верю, что собрание Иешуа должно быть превыше. И я могу сказать, что это очень сильная квалификация в смысле того, как собрание влияет на семью. Потому что семья очень сильно связана с собранием. Есть взаимоскрепляющие связи. Если один слаб, то и другой слаб. Обычно я имею в виду, так происходит. И когда вы читаете Библию, вы можете сделать свои выводы из чтения Нового Завета, что есть три основы, которые являются первичными всегда. Во-первых, нам нужно удержать и закрепить сильные взаимоотношения с Богом и Иешуа. И это всегда должно быть для верующих на первом месте. Нам нужно иметь крепкие взаимоотношения с Отцом и Сыном через Святого Духа. И будьте ревнимы по этому. Второе. Устройте сильные собрания. И на протяжении сорока трех лет это то, чем я в основном занимаюсь. Устраиваю сильные собрания. И третье. Устройте себе крепкую семью. Есть, конечно, и другие заповеди, которые также важны. Например, обеспечьте себя и давайте другим деньги. Я не буду говорить о первом и четвертом пунктах. Я хочу говорить про второй и про третий пункт. И есть причина, почему я говорю, что прежде всего это собрание. Я не имею в виду, что вам сейчас нужно проводить больше времени в собрании, чем со своей семьей. Или больше времени, чем вы работаете. Но я имею в виду, что это должно быть на вершине ваших приоритетов, когда вы думаете о распределении времени. Почему? Когда мы читаем Матфея 16, в 12 главу, 13 стих. Когда Ешуа пришел в район Кесарии Филипповой, Ишуа спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого. И они сказали, некоторые за Иоанна Крестителя. Другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. И он говорит, а вы за кого почитаете Меня? И тогда Шимон Петр, отвечая, сказал, ты Машеах, Сын Бога Живого. И Ешуа сказал, блажен ты, Шимон Бар-Джона, для того, что кровь и кровь не выяснили это для вас, но мой Пой, который в Сыне. и на небесах. И он говорит, и ты, Петр, и на всем камне я построю свою общину. И врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Ешуа говорит, я построю свою общину. И врата ада не одолеют ее. И потом он говорит о ключах к этому. И он говорит о том, как развязывать или связывать. Во-первых, что он имеет в виду, когда говорит, что я построю свою общину? И что врата ада не одолеют ее? То же самое слово кей-ла или община мы используем для слова синагога. То есть некоторые люди учат, что есть мистическое тело верующих. Это все истинно верующие в Ешуа. Это что-то небесное. Это что-то невидимое. Я не думаю, что именно об этом говорит Ешуа. Я думаю, он говорит о чем-то реальном и очень физическом и видимом. И мы читаем в Евангелиях, что Ешуа проводил очень много времени, уча в синагогах. И о чем он там говорил? Он говорил о том, что он будет строить свое движение, свою синагогу. Определенная мессианская синагога может претерпеть неудачу. Но мессианское движение никогда не потерпит неудачу. Написано, что врата ада не одолеют это мессианское движение. Вы понимаете, о чем я говорю? Это движение синагог. И в этом движении синагог будет власть и будет лидерство. И Петр Шимон представляет это лидерство. Но мы знаем, что власти имеют помазанные старейшины общины для того, чтобы связывать или развязывать. Для того, чтобы устанавливать какие-то стандарты. Для того, чтобы разрешать и запрещать. Для того, чтобы радоваться порядку. Потому что это Божья семья. И у лидерства общины есть власть. В Иакове мы читаем, что «если кто-то болен, призовите старейшин и пусть они помажут больного елеем». Почему именно старейшин? Почему нельзя позвать кого-то? Почему есть определенная мера власти? У старейшин есть власть. Власть, которая им дана в собрании. И поэтому, если мы просмотрим все тексты Писания, вы можете, конечно, понять, что все мы были призваны для того, чтобы устраивать сильное собрание под властью помазанных лидеров. Другого выхода нет, другого пути нет. Поэтому мы смотрим на людей вокруг нас сегодня, особенно на молодежь. Я не знаю, хочется ли мне в этом участвовать. Я хочу жить своей собственной жизнью. Я не хочу тратить свое время. И я не думаю, что это собрание подходит под моим стандартом. Поэтому, если для меня оно не является стандартом или идеалом, то я не хочу отдавать себя Ему. И, братья и сестры, я могу сказать, что я человек подвластный. И я подчиняюсь Божьей воле. А Божья воля вся прописана в этой книге. И никто не освобождается от того, чтобы следовать заповедям Иешуа. И мы получили эту заповедь от Иешуа и Святых Писаний. Устроите сильные собрания под властью старейшин. И что это значит, что написано врата ада не одолеют ее? Обычно мы думаем, что находясь в собрании, мы полностью защищены от дьявола. И это правда. Но врата или место суда это то место, это как определенный город, где люди заходят и входят. И если вы хотите зайти в город, то вы проходите через городские ворота. Поэтому здесь есть две вещи. Когда вы находитесь в правильных отношениях с собранием, то у вас есть защита от демонической силы. Но также у вас есть снаряжение, у вас есть оружие для того, чтобы защитить Божье Царство от тьмы. И они не могут противостоять вам. У вас есть Божья сила. Я верю, что есть власть в этом новом движении Синагог Яшуа. И мы должны смотреть на это место как на приоритет номер один. Но с другой стороны, семья — это очень важно. Поэтому если мы не ставим собрание первым приоритетом, когда люди слышат благую весть и принимают Яшуа, мы принимаем новых верующих и мы учим их, как им иметь правильный брак и хорошие семьи. И мы учим молодых, как правильно жениться. И поэтому это ученичество происходит из-за власти старейшин в собрании. И частью этого является устроить сильные семьи. Крепкие семьи требуют того, чтобы муж и жена проводили время вместе и для того, чтобы учили своих детей. И сегодня люди должны проходить разную учебу и семинары для того, чтобы знать, как иметь крепкие и радостные семьи. И как выращивать духовных и сильных детей, которые могут отпасть. Поэтому собрание это очень важное место для семей. Мы обмануты, если мы думаем, что мы можем без помощи устроить сильные семьи. И вот, если мы откроем первое Тимофея, третью главу, написано, если кто лидерства желает, то он доброго желает. И пресвитер должен быть без порока. Just a second, I will hear. First Timothy. Timothy 3. Before Romans, right? Hmm? Before Romans. And now, after Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, First Timothy, after Ephesians and all of that. Peter, First Timothy. We're finding First Timothy. First Timothy 3. 3. There it is. First. Да. Написано, верно слово, кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, муж одной жены, he must be the husband of one wife, temperate, sober-minded, good behavior, hospitable, able to teach. Трест, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. Not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous. Here's what I want to emphasize. I want to emphasize this. One who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие в послушании со всякой честностью. If a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the synagogue of God? Ибо если кто не будет управлять собственным домом, будет ли тот пищить о Божьем собрании? Wait a minute. The eldership depends on the family. То есть, быть старейшиной, это зависит от семьи. If we don't have strong families, we can have a strong congregation. Если у нас нет крепких семей, тогда мы не можем иметь сильное собрание. Несмотря на то, что я собрание ставлю на первое место, оно практически стоит на первом месте, но я понимаю, что без сильной семьи невозможно построить сильное собрание. Для того, чтобы построить сильное собрание, нужно начать с минимумом сильного лидерства. и для того, чтобы построить сильное собрание, нужно, чтобы была, по крайней мере, одна крепкая семья во главе этого собрания. И вот что я нашел 43 года назад. Вы пожинаете плоды ваших слов. В other words, вы производите того, кем вы являетесь. вы производите свою жизнь и влияете на других людей. Если у вас есть старейшины, у которых крепкая семья и хороший брак, тогда они производят сильные семьи и хорошие браки в собрании. Поэтому я могу сказать, что на протяжении моего опыта многолетнего у нас практически не было разводов среди лидеров собраний. Практически ни одного. Потому что мы верим в это. И вот здесь есть интересная картина. Кто слышал про эти ужасные скандалы, происходящие в Римской католической церкви? Кто слышал о происходящих скандалах? Это просто ужасно. Есть хомосексуал, хомосексуал син, и различные гомосексуальные грехи и очень много разных неприятных вещей. Учителя и католической церкви верят в то, что лидер Римской католической церкви должен быть одинок, он не должен вступать в брак. Есть некоторые, которые призваны. Но в основном люди не призваны быть одиночными. Вы знаете, чему учит иудаизм? Что лидер собрания именно должен быть женат. Как это произошло? Если вы с самого начала определили, что ваш лидер должен быть не женат, то вы обрели все это движение на разрушение. И мы видим, что есть связь. мне нужно быть сфокусирован на то, чтобы устраивать крепкие семьи и правильный брак. И что мы делаем среди наших лидеров? Мы делаем разные семейные семинары, разные семинары о правильном браке. Петти и я учим на эту тему. И несколько лет назад мы проводили такой семинар для всей сети Олей Рахамин. Мы учим о том, как воспитывать детей. Как мы должны их воспитывать для того, чтобы у них также был правильный брак и сильная семья. есть очень много взаимозависимости. И мы видим также другую заповедь. Устраивать сильные собрания среди лидерства и также устраивать сильные семьи. И в книге Ефесянам в пятой главе мы связываем семьи очень крепкой связью с собранием Ешуа. In verse 25. Which chapter? Chapter 5 of Ephesians. Пятая глава послания Ефесянам. Verse 25. Husbands, love your wives just as Messiah also loved the congregation and gave himself for her. Мужья любите своих жен, как и Машиах, возлюбил общину и предал себя за нее. That he might sanctify and cleanse her with washing by the water with the word. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. That he might present her to himself a glorious congregation not having spot or wrinkle or any such things. Чтобы представить ее себе славной общиной, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного. Оно подчеркивает здесь, как муж должен любить свою жену. И если if you want what? I have a one attainment in life, one success. I really love my wife. Я очень люблю мою жену. И она сейчас должна сказать, правда это или нет. Может она скажет, что это неправда. Но я знаю, что она скажет, что я прав. Но я хочу сказать в 32 стихе что взаимоотношение между мужем и женой это образ отношения Яшуа к своей общине. This is a mystery, but I speak concerning Messiah and His Kehillah. Написано, тайна сия велика, я говорю по отношению к Мессии и общине. Мы выяснили, что все должны оказаться в таком месте, где есть божественный баланс собрания, семьи и работы. И семьи, которые собраны в собрании, но мы постоянно помогаем друг друга и укрепляем друг друга. Я вам могу сказать, что если вы устроите сильные семьи и сильные семьи устроят сильные собрания, ничего вас не остановит. Я хочу, чтобы Петти пришла и тоже поделилась тем, что у нее есть, потому что мы установили это в наш центр. И здесь в Израиле у нас трое детей, у нас один на небесах, которые молятся за нас. И у нас одиннадцать внуков. Я очень рада быть с вами здесь сегодня. И мне очень понравилось ваше поклонение. Я могу сказать, что я не такой плаксивый человек, я много не плачу. Но когда было ваше поклонение, я плакала. Я действительно чувствовала Божье присутствие здесь. Спасибо, что вы открыли ваш дом для нас. Я хочу подытожить то, о чем Дэн говорил. Another scripture supporting this idea about the congregation and the family. from Ephesians chapter 3 verse 14 For this reason I kneel before the Father from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. When we get this revelation of family and congregation it will change the way you think about things. Когда мы поймем эту идею о связи семьи и собрания это изменит многие вещи в нашей жизни. Many of you have probably come from broken homes. Возможно, есть некоторые здесь, которые вышли из разрушенных семей. Maybe husband and wife, your mother and father are divorced. Может быть, ваши родители были в разводе. Maybe you've been abused. Может быть, над вами издевались. And many of you have come from different countries and left family. И, может быть, из-за того, что вы приехали из других стран вам пришлось оставить свою семью. Yeshua said in the word that this question is who is my mother and father and brother and sister. И когда у Yeshua спросили, то он сказал, кто есть мои братья, моя мать, братья и сестры. It is the one who does the will of the Father. Он говорит, те, которые совершают волю Отца моего небесного. I am more, I am closer to my brothers and sisters in the congregation, in the family of God, I am more, I am closer to my brothers and sisters in the congregation, in the family of God, than I am with my natural brothers and sisters. I have one brother that I am, I don't know if you know the word estranged, separated from. And I haven't talked with him in years. I'm not proud of that. We're not angry with each other. It's just, he does not believe in God and our lifestyles are so different. And he lives in Maine, United States, and I live in Israel. and I live in Israel. So, the people I am close to and feel like family are those who are in the congregation with me. Who are doing the will of God with us together. and God wants us to get this right. We have found that the most important thing in life is relationships. We have found that the most important thing in this life is the relationship with God and the relationship with each other. And I want to give you a little picture to understand how important our hearts are. Для того, чтобы вы поняли насколько важно состояние нашего сердца. We do not have control over what other people think about us. Мы не можем контролировать то, что другие люди думают о нас. We don't have control over how they treat us. И мы не можем контролировать как они обращаются с нами. We don't have control over different bad things that happen to us. И мы не можем контролировать различные плохие вещи, которые случаются с нами. What do we have control over? И что мы можем контролировать? Our hearts. Наши сердца. And to me, it is the most important thing to guard and take care of. И для меня это самое важное, о чем я могу заботиться и что я могу контролировать. It is the key for developing strong relationships. Это ключ для развития сильных взаимоотношений. Strong friendships. Для развития крепкой дружбы. So think about the heart having gates. Подумайте о сердце, которое имеет ворота. When I love, the gate is open. When the gate is open towards God, I can receive from Him. It is very important to keep our hearts open. Это очень важно для того, чтобы двери нашего сердца были раскрыты. So we can receive everything that God has for us. Тогда мы сможем получить все, что Бог желает нам дать. And there are so many ways that the enemy tries to get us to close our hearts. to have us harden our hearts. Для того, чтобы ожесточить наши сердца. And we don't want this. И мы, конечно, этого не хотим. I'm going to give you an illustration. Я хочу показать вам один пример. Because God loves us so much. Потому что Бог нас так любит. that He wants to give us everything. Что Он хочет дать нам все. Don't you feel that way about your children? Разве вы не чувствуете то же самое по отношению к вашим детям? And it's true that Dan loves me very much. И это действительно Дэн сказал правду. Он очень меня любит. He wants to give me everything. Он хочет дать мне все. I have to be very careful. И мне нужно быть очень аккуратной. About what I ask Him. О том, что я у Него прошу. Because He'll give it to me. Потому что все, чтобы я не попросила, мне Дэн даст. If I'm not careful, если я не аккуратно прошу у Него, He'll spend all the money on me. То Он может все свои деньги на меня потратить. I go to the store. Я могу пойти в магазин. I take Him with me. I'm smart. И я умная женщина, так я его беру с собой. And I'm looking at three dresses. И я выбираю себе три платья. Which one should I buy? И какой... Which one would? Which dress should I buy? И я вот думаю, какой из этих трех я куплю. And He tells me buy all three. Он говорит, ну так купи и три. Золотой человек. So I love shopping with Him. И мне очень нравится с ним ходить по магазинам. But this is how God is towards us. это как Бог относится к нам. When we please Him. Когда мы угождаем Ему. And how do we please Him? И как мы Ему угождаем? By believing in Him and trusting Him. Веря в Него и доверяя Ему. All of our life we're learning to trust God. Всю свою жизнь мы учимся доверять Богу. So trust, open heart. Mistrust, closed heart. The way to get that favor with God is through believing in Him. and being grateful and obedient these always open the gates to be able to receive everything from the Father. So what does Satan want to do? Get us to close our hearts. Он хочет, чтобы мы закрыли наши сердца. To mistrust Him. Для того, чтобы мы не доверяли Богу. To get offended. Для того, чтобы мы обижались. Because bad things happen. Потому что плохие вещи происходят. Bad things happen even to good people. Плохие вещи происходят даже с самыми хорошими людьми. So easy to get offended. И поэтому так легко быть обиженными. And when you get offended and when you get offended you close the gates of your heart. то мы закрываем двери своего сердца. You have a hard time loving God. You have a hard time loving God. Нам сложно любить Бога. Because you don't trust that He really loves you. Потому что ты уже перестаешь доверять тому, что Бог любит тебя. He has a heart for you. Что у Бога открыто сердце для тебя. Let's see. Can you stand up? Встаньте, пожалуйста. You look like somebody who likes to hug. Do you like to hug? To like what? Hug, to hug. Ты выглядишь как человек который любит обниматься. Is it true? Правда? Okay, I want you to hug me. Пообними меня. She is allowing me to hug her because she believes that I love her. Потому что она верит в то, что я люблю ее. But as soon as she thinks that I'm trying to control her and don't love her what is she going to do? What is she going to do? Right? She pushes away. So this thing about faith very important to relationships. We are growing in our ability to love and believe God. Every day we are challenged. And don't think we're not tempted. God brought the Israelites out of Egypt. signs and wonders and power even destroyed the Egyptians and the sea. But after three days in the desert there was no water. What did they do? They complained. God, you ate us. You brought us in the desert to destroy us. You brought us in the desert to destroy us. We're thirsty. We're thirsty. And Moses, we're going to kill you. And Moisey, we're going to kill you. You brought us out here to kill us. You brought us out here to kill us. Where is God? Where is God? And many of us can be following God and we begin to get angry and upset. God, you called me to Israel. But I'm in debt. I don't have enough money to buy food to pay for rent to pay for rent. I brought my children here and they're angry with me because they didn't want to leave their country. God, where are you? You're not here. If you were here, there would be power and signs and provision. How many of you felt that way? You know, what happened to Gideon? Gideon in the Bible. Gideon. When they were having a very hard time. When they were having a very hard time. And the angel of the Lord came to him. And the angel of the Lord came to him. And he said to him, The Lord is with you, mighty warrior. And he said, How can you say that you have been with us when I don't see the signs and the wonders? The enemy is surrounding us. And we have to thresh our wheat in the wine press. And we have to thresh the wheat in the wine press. We have to hide. So my encouragement today is first of all to repent of any offenses that you have against God. Because God is with you. He hasn't left you. He may go through seasons where there's no water or no food. But God encourages us to keep our hearts open. And to praise him. And to thank him. And not to be like the Israelites who grumbled and complained and tested God. and faced of every trouble. Be able to declare. God, you are good. God, you are good. And your loving kindness endures forever. There's no wickedness in you. You are good. When our son died 20 years ago, he was 12 years old. He died in a house fire. He died in a house fire. He was staying the night in the neighbor's house right next to us. He was staying in the neighbor's house right next to us. And some of you have lost children. Может быть, есть среди вас семьи, которые потеряли детей. You know the horrible pain and grief it is to lose a loved one. Вы знаете, это ужасная боль невыносимая, когда вы теряете своих близких. For about 10 months we had to look at the ashes of the house next door. 10 месяцев мы смотрели на пепел, который остался от этого дома. There was a big pile of ashes. была просто огромная гора этого пепла. And the Lord for weeks told me go over and stand on those ashes. И Бог мне на протяжении долгого времени говорил, встань и иди и встань посреди этого пепла. See, God was concerned about my heart. Бог знал мое сердце. He did not want me to build up offenses against Him. He wanted to keep my heart tender. Because when my heart is tender, I can receive grace and mercy from God. Because when мое сердце остается мягким, я могу получить милость и благодать от Бога. But when I harden my heart, how can I receive the grace to go through what I had to go through? So finally, I went over and I stood on that ashes and I raised my hands to heaven. And I declared that God is good. And His love endures forever. and His love endures forever. God, you are good. God, you are good. God, you are good. And that breaks something where I'm no longer a victim. When I'm no longer a victim. But I am victorious. But I am victorious. because God loves me. Because God loves me. And He is with me. And He has not left me. And He has not left me. Now, with one another. Теперь по отношению друг к другу. Over and over again, the Bible warns us not to get offended with each other. Библия постоянно предупреждает нас не обижаться друг на друга. I love the book of 1 John. Мне нравится первое послание Иоанна. So many times it tells you don't say that you have fellowship with me if you hate your brother and sister. Написано в 1 Иоанна не говорите что вы имеете общение со мной если вы ненавидите своего брата или сестру. If you're walking in unforgiveness если вы ходите в непрощении the love of God is not in you. You think you can walk around bitter and angry with one another. Вы думаете что если вы можете ходиться и иметь гнев и горечь на кого-то but you can't вы не можете because the love of God has to love loving through you and God has the heart cry is love one another make my love complete love one another написано совершите мою любовь любите друг друга so you see most of the discipleship is working towards rest restoring the love that you have with the father to believe that he loves you and teaching each other how to love each other and teaching друг друга как любить друг друга it sounds simple это непросто but it's hard это сложно это звучит просто но это сложно being in the ministry 46 years мы были 43 года в служении we've had betrayals и нас предавали people leaving in a not so good way и люди оставляли нас иногда некрасивым способом one time this man didn't like women один раз один мужчина ему не нравились женщины and he wrote this nasty letter about me и он про меня написал такое ужасное письмо и разослал по всем пасторам в городе gotta forgive и я дал им нужно прощать there's power in forgiveness есть сила в прощении I want a free heart я хочу свободное сердце free of offense свободное от всяких обид because love feels a lot better and I know that I need the grace of God to walk through this life I need the grace of God to be able to endure some of the things I have to go through just a little and I'm going to give you a little illustration can you hold this see this is all that God God has got an abundant supply for us of grace and mercy and provision everything we need when we keep our hearts open submitting to God and his word we're grateful what happens is that then we can receive everything that the Father wants to give us то что происходит что мы способны получать все что Отец хочет дать нам and in Ephesians it says that together when we all have these open hearts together we receive fullness и в Ephesians написано что если наши сердца открыты то мы можем принять эту полноту Божьей милости now what happens if your heart is bitter а если ваше сердце закрыто горечью и если там есть обиды и гнев и ненависть если я сейчас налью в такое сердце в такой стакан воду то я сделаю здесь грязь на полу мы обманываем себя если мы думаем что мы можем ненавидеть брата или сестру и иметь открытое сердце возможно там будут дырки потому что Бог сказал в своем слове если вы ненавидите брата или сестру если вы обижены и вы говорите что вы любите Бога и имеете общение с Ним то вы обманываетесь поэтому кому вы будете верить слову написанному или своим чувствам есть только всего что Бог хочет дать вам Он хочет дать нам полноту и Он хочет собрать нас вместе как написано в Ефесятах как семью укорененную и укрепленную в любви что мы могли познать широту и глубину и полноту Божьей любви и я думаю что мы не осознаем насколько Божьей полноты мы можем получить когда мы в единстве и когда мы находимся в этом месте где мы можем получать и узнать Божью любовь мы можем получить больше чем мы можем себе представить больше чем мы можем попросить потому что Его сила будет действовать внутри нас Amen Amen So it's the heart the heart that is the key to strong relationship with God и именно сердце является ключом сильных взаимоотношений с Богом и друг с другом do not let your heart get hard не ожесточайте свое сердце encourage each other воодушевляйте друг друга study the word know God's heart to know how to keep your heart open и просите Бога чтобы Он показал вам как иметь открытое сердце Amen I want to connect this я хочу связаться этим see this message from Patty это проповедь которую нам дала Patty это единственный способ как мы можете устроить сильное собрание много прощения и свобода от горечи и открытость друг к другу в Господе Amen и это также единственный способ как вы можете устроить крепкие семьи мы должны были научить наших детей практиковать это чтобы они любили друг друга и дети могут очень нехорошо относиться друг к другу в семье и потом мы должны были практиковать такие отношения между детьми и родителями и в собрании все это производит взаимоскрепляющие связи давайте мы встанем сейчас на одну минуту и потом мы отдадим место Леоне давайте мы помолимся и сейчас какой барьер который есть у вас который мешает присутствию Бога быть в вашей жизни который мешает вам познать его милость его радость чтобы не было ничего между вами и между Богом иногда то что стоит между вами и Богом это другие люди когда ваше сердце не наполнено любовью к этим людям это может быть даже ваш супруг или супруга вы замужем но вы знаете что есть барьер я хочу чтобы вы сейчас пришли к Богу отец открой эти преграды открой мне эти преграды эту горечь и это непрощение этот гнев эту зависть приди Святой Дух приди в Твоей силе и принеси Твое покаяние исцеление и принеси Твое прощение во имя Ишуа давайте подождем немного приди Святой Дух и убери всякий гнев и всякую горечь убери этот меч исцели нас Господь во имя Ишуа Аминь Аминь Аллелуя О, get right with God in this Get right with God in this Будьте с Богом сейчас в этот момент Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok